приветствую вас мои дорогие друзья и гости моего канала цветочный сад у аленушки вашему вниманию сегодня будет видео о катарантусе потому что недавно я снимала видео обзор своих горшичных растений но я показала не все растения которые цветут растут разных емкостях у меня есть зона розария где в основном одни розы но есть вот такие небольшие столбики где в 8 литровых ведрах находятся катарантусы но здесь в этих ведрах не только одни катарантуса потому что изначально я высаживала одни растения но в этом году конечно они меня не порадовали сейчас все расскажу и покажу поподробнее кому интересно оставайтесь на моем канале итак друзья изначально я вырастила рассаду из семян рассада находилась зоне пристройки когда уже можно было поставить обогреватели поставить лампы вынести из квартирных условиях далее я из пристройки вынесла в зону под навесом когда я вынесла под навес а листики потеряли тургор то есть вот здесь видите остался один побег потом со времени я перенесла сюда посадила на постоянное место показывала вам видео что катарантусы находятся уже по четыре растения высажены на постоянное место ведра были очень хорошие но когда я поставила сюда на постоянное место вот такие стойки металлические которые мне варил супруг здесь прошлом году у меня были питунья в этом году я решила вырастить и украсить эту зону катарантусами но они у меня после того как пошли дожди у нас целый месяц шли дожди но я оставила эти катарантусы на выживание наверное и конечно же это сделала я зря потому что все листики вот это это все новые листики почему я не показывала вам раньше потому что были вот такие голые побеги то есть все листья они просто-напросто затрепались во первых от ветра от дождя были сильнейшие ветры сквозняки листья просто-напросто начали гореть желтеть тургор листа полностью паник его не было но я решила чтобы как бы немного украсить эту зону потому что смотрели столько палочки вот такие коричневого листовых пластей не было я в каждую ведро посадила еще в центр питунью подумала если будут они со временем разрастаться потому что вы видите они пошли все же расти они будут свисать вниз я буду со временем питунью стричь чтобы было верху шапочка из питания а вниз свисал катарантус не знаю что у меня получится может быть питунья забьет катарантус посмотрим в течение сезона обязательно буду вам показывать сейчас покажу каждый горшочек потому что катарантуса у меня здесь 6 ведер где вернее не горшочек а ведер значит здесь тоже находится одна питунья она такая мелко цветковая и 4 черенка катарантуса 123 совсем маленький потому что от него осталось вы видите совсем что ничего и 4 то есть вот такие голые побеги у катарантуса здесь в приствольном кругу вот так начинают нарастать новые побеги может быть конечно вот здесь тоже новые старые листики они сами по себе отваливаются мне даже не приходится подходить там обрывать это вот сейчас я обрываю они сами по себе облетают здесь тоже новые вот приствольные вот такой кусочек это вот островок на роз новых тоже это вот старые листики остались макушки которые не обретели а побег тоже вот такой голый следующее ведро тоже таком состоянии в ужасном вот такой побег тоже полуголый здесь хорошо уже оброс здесь отлично начинает обрастать тоже в центре питунья вот так выглядит здесь у меня сейчас поближе подойду покажу что здесь здесь тоже питунья вот такие полуголые можно сказать побеги каждый в принципе катарантус выглядит одинаково вот здесь новый вот такой побег с множеством боковых побегов пошел нарастать я думаю что я не расстраиваюсь потому что они целая вот так сейчас разверну чтобы хорошо было видно то есть в принципе они не пропали просто теперь буду ждать пока обрастут с новыми побегами чтобы увидеть цветение и здесь это же ведро точно также хотя вот здесь катарантус уже расцвел я увидела хотя когда на стадии рассады появлялись цветочки но я их выбрасывала то есть я обрезала и окончание побегов прищипывала чтобы кустик был получше но не все потому что в принципе в прошлом году когда я выращивал я вообще его не прищипывала и отлично разрастался не забываем что катарантус это ядовитое растение которую употреблять ни в коем случае нельзя потому что она вызывает галлюцинации подальше держите от детей сильное освещение хотя требует этот цветок его лучше выращивать на солнечных местах потому что в затененных местах он не зацветет к самым большим преимуществам катарантуса относятся устойчивые засухи жаре невысокие требования вообще этот цветок очень прост в уходе но вот так в этом году получилось что мой катарантус был поврежден сильным ветром сильными дождями и сквозняками но все восстанавливается все приходит в норму и со временем я думаю это будут красивые пышные кустики которые я вам обязательно покажу в своем видео ну а теперь в продолжении это видео хочу показать вам цветение моих ирисов под хорошую музыку вам друзья если понравится видео не забудьте поставить пальчик вверх подписаться на мой канал чтобы не пропустить дальнейшие мои видео кликайте под видео на колокольчик вам желаю здоровья удачи добра мира и до новых встреч до новых интересных видео всем пока пока удачи 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 а удачи а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok